Доброе утро! Кю-Кю с грецким орехом. Вот что сегодня мы будем готовить вместе с Саадет Караевой. Здравствуйте, Саадет! Здравствуйте, Артём! Пацак! Какие балды у меня здесь контрабандный КЦ возьмут? При свидетелях, когда за него пожизненец их с гвоздями. У тебя в голове мозги или кю? Кю-Кю – азербайджанское национальное блюдо, основу которого обязательно составляют яйца. Приготовлено оно может быть с курицей, баклажанами, бобами, чесноком, зелёным горошком или даже с помидорами и ягодами. Называться оно также может по-разному. Например, в некоторых регионах оно носит имя «Чихертма». Для этого нам понадобится лук, сливовый соус, яйцо, грецкие орехи, по вкусу соль, перец. И также добавим немножечко масла. Сначала мы должны перемолоть через блендер или мясорубку грецкие орехи и лук. Приступаем. Из перемолотого лука сок отжимать не следует. В противном случае блюдо получится слишком сухим. Через блендер пропустили грецкий орех и лук. Добавляем к нему соус из сливы. В нашем случае это домашний. Добавляем соус и перец. В прошлый раз мы с Саадет готовили рыбу левенги. У нас осталось немного лишней начинки из грецкого ореха и граната. Её можно смешать с кю-кю. Следующий ингредиент – это яйца. Вариантов тепловой обработки получившейся смеси – масса. Можно в жаровнике пожарить, можно в духовке. Также очень хорошо идёт сметаной или чесночной сметаной или же кефирчиком. Очень полезно будет даже на завтраке. Мы выбрали самый удобный и быстрый вариант – духовку. Перекладываем готовую для запекания смесь в специальную посуду. Добавляем туда немного масла и ставим примерно полчаса при 200 градусах. Признак готовности – румяная корочка. Получившийся пирог нарезаем ромбиками. Кю-кю. Очень вкусно. И очень быстро. Для одной порции кю-кю вам потребуется грецкие орехи – 80 грамм, соус из слив – 5 столовых ложек, яйца – 4 штуки, растительное масло – 60 грамм, соль и перец – по вкусу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова